хей ой с вами шумики мы продолжаем скорее даже заканчиваем проходить группы названием morbid 7 оккультист почему заканчиваем потому что у нас из боссов только остался один босс финальный кто-то там здоровый ходит с лопатой могильщик по ходу ладно о буховчик здорово стопа я отдохнул у этого мне нужно помедитировать потому что у меня их девять уже нихера один десятый потерял а точно мыши еще душами поляне полностью с вами изучили здесь можно цветы фармить эти и хавчик то есть гадкую пищу и хочу но это самый последний локации поэтому она сама должна быть сложная почему сюда пройти не могу заметьте что здесь локация пустая нам туда но мы туда не пойдем о нет пожалуйста не от кабанчи ладно сейчас мы убьем этих мини ну не менее ладно врагов а 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 и замечу что они били мне и физически они били меня морально допустим да жесткий враг так здесь где-то должно быть нет нет и чувак с лопатой ну нормально но хоть против него очень действующий был если так глянуть ну ладно я могу бить и апнуть себе еще уровень и типа почему бы нет смысле мне повысил ау ау уровня ну где безумные грибы блин как вы поняли после того как я меч это ты себе сделал мне вообще тут уже ничего страшного нету с рассудком у нас все в порядке надо исследовать до конца окрестности а я понял он легкий и и и и и и и а м и 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 мясичный крюк так все равно сейчас пойдем правов читать ну да видите меня типа сразу готовят к врагу так брокколи у нас уже всем гриб кражи хп познать и вы можете пойти по правой стороне но там много врагов хотя по факту враг вообще легкий враг вообще легкий на самом деле типа он даже ничего такого сложного не дает так это что-то новенькое и это нихера не новенькая это орган короче нам сразу все оружие здесь дают испробовать саду саду дихомер что это было о все понял мне нужно с рассудком так даже как далеко мне бежать так и что мера мне не дают так здесь мы все до предметы собрали мясичный крюк это меч используется печально известный людоёцкой семейкой моэр члены которые скрываются в глуши мариинских лесов круг и острые лезвия позволяет легко прокалывать и увеличить человеческую плоть и увеличить человеческую плоть харал моэр можно сказать как там это черт побери лучший из лошадь для готовки что у меня был святой дихо дихотомер священные обоюдострый топор оружие кровавых паладинов старого королевства лезвие топора олицетворяет дихотомию человеческие природы добро и зло правильно и неправильно жизнь и смерть одно лезвие топора наполнена огнем 2 льдом что также отражает двойственность морали кровавых паладинов которые считали что цель оправдывает средства в принципе можно будет дальше пойти подобрать его могильный раб о неуклюжих могильных рабах мало что можно сказать большинство из них живут в некрополе куда обычно люди не не наведывается разве что в гробу некоторые полагают что могильные рабы падшие великаны проклятые гахарами и обречены вечно копать могилы чтобы успевать за повышением смертности в морне гробостраж об отвратительных гробостражах некрополии известно очень мало добраться живыми до гроба обеспечено удается мало кому а добраться никогда не возвращается некоторые читают что гробостражи смотрители кладбища которые освобождают место для новых трупов преврат переваривая старые другие говорят что эти твари с помощью темной магии оживляют мертвых чтобы те помогали в работе не ведущие конца и края но это уже больше на самом деле реалистично ну ладно у нас остался босс всех врагов мы с вами изучили пояс напоение до холку кострика как раз можно повысить еще камень хоть какой-нибудь пускай отхилки будет лучше больше по лесу просто бежим по левой части и безопасно добежим так мне бы топор снова тут найти а а и и и и и и и и Это за что? Ладно. Ой, 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 ой. Да ну нет, а за что ты такой жёсткий? Манак. Вот это сильно, вот это сильно. Ладно, пробуем дальше, что тут ещё у нас есть? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Фу-ху-ху-ху. Да, это сложно. Вот думаете, ни хера ни хера, но это очень сложно убить двоих таких. А, то есть, мне только центральный ход открылся? В натуре? То есть, туда мне нужно было только по правой стороне дойти. Найс. А, нет, всё нормально. Змейный клык. Найс. 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 готова так но погибель у нас есть камни 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 гриб меч ауэры я бы локацию почитала тут походу все виды оружием дают сразу грозовый топор был вместимость боеприпаса великая руна панике хорошо так здесь такой здоровьяк ходит так пистолетик меч вот этот с лезвием так 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 Готово. Так, и что ты тут скрывал? Через найду. Так, можно сейф машину? Так, можно сейф машину? Так, можно сейф машину? Ну, блин, здесь, знаете, типа левая сторона безопасная, правая опасная количеством врагов просто. Я понял тебя. Хотя, что его там убить? Это дерево. Тут же нихера нету. Нифига там проход. Так, хорошо. Меч. О, nice. Череполом. Благословение. У меня хоть одно есть? Вообще подожди. Да, есть одно. Хотя. История мира. Град обетованный. Жители Морнии всю свою жизнь стремились попасть в город обетованный. Некрополь. Достигнув возвышения, они стремятся к запредельности, медленно поднимаясь по этой лестнице и приближаясь к награде за пожизненное подчинение. Священники описывают Некрополь как прекрасное место, где всегда тепло всей в изобилии горячая пицца и сладкое вино, и больше не нужно ни трудиться в поте лица, ни страдать. Так, могущественные Гахары наконец вознаграждают своих смиренных слуг за верность и дарят им вечное блаженство. Большинство простых людей достигают запредельности лишь после смерти и поэтому отправляются в город обетованный в гробу. По словам священника, некоторые говорят, от имени Гахаров. Это не имеет значения, ведь достигнув роскошного Некрополя, мертвые возродятся. Окей. Так, ну это в принципе все, да? Так, еще где-то один топор валяется, одно копье, одна булавай и одни кастеты. Монате тебе все еще осталось или третье? Давайте еще на левую сторону сбеваю. Так. 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 Ну удивление то, что я теперь убиваюсь с трех ударов. Так. Там ничего. Опа. Вставать. Великая руна паники. так ночью я уже все собрал на принципе да ладно давайте сохраняться полностью и погнали к боссу да ладно сраные трубики и и и Субтитры сделал DimaTorzok Да, уж туда пока дойдёшь, уже умрёшь О, плюс левел ап На, это ещё не всё, подожди А не всё Ё-моё Камень последний Блин, ну я не левел апнулся Собор гнева О, так тут есть сейф Найс А, ну я, в принципе, ещё хотел, да, понижение урона сделать Ну чё, ребятки Так, давайте я, наверное... Я не знаю просто от чего ожидать Эпоха Диброма ушла Сейчас время Гахаров Эта борьба бессмысленная, стремящаяся Гул Гахар единственный путь к спасению Подчинись, стремящийся Подчинись, как это сделали мы И Гахары вас позаботятся Диброма ушла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Да, могу... Продолжение следует... 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 У некоторых большинства функций есть свой тайминг, в который мы можем, типа, попадать. Это плюс. Следующий плюс я отнесу, это количество предметов. То есть у нас, пускай не очень большое, да, но есть собираем предметы, которые мы используем, намазываем. Ну, понятное дело, это как Dark Souls игра. К собираем предметам я сразу отнесу и прокачку. Прокачка у нас в основном, когда мы собираем какой-то сосуд, да, то есть статую, мы получаем с вами способность, так сказать, к прокачке. Это вот благословение. Каждое благословение можно прокачивать. Это второй плюс. Третий плюс это музыка. Музыка довольно прикольная в игре. Так, ну, в основном такие три плюса. Есть менюшка, которую можно настроить, да, параметры там. Где она, подожди. Где мы можем громкость музыки всего этого настроить. То есть, удобное управление, конечно, удобное, короче, управление, картинка, графически сделанная хорошо. Это плюс. Это как у нас, третий или четвертый? Четвертый. Пускай будет картинка классная. Типа детальное все сделано. И настройки. Это четыре плюса. Но, ребят, на этом мы заканчиваем на плюсах, на самом деле. Поэтому теперь переходим к минусам. Минусы тоже здесь есть. Бесполезность большинства вещей. То есть, мы использовали в основном вот эти вещи. Ну, типа, по мазухе, только в конце почти. Камни мы вообще не вставляли. Поэтому это бесполезные вещи. Рассудок, да, вот мы его прокачали с помощью этого и все. То есть, враги, которые дают минус мораль. Меч, который у нас просто добавили руну, которая уменьшает. Просто истощение, и все. Меч имба остал. До конца вот всего. Скорее всего... Ой. Скорее всего, вот этот меч, если бы еще руны поставил, было бы еще охерительнее. Но, бог с ним. То есть, первый минус, это большое количество ненужных вещей. Даже вот то же оружие мы не использовали, а не стрел вообще. Руны тоже. То есть, это первый минус. Второй минус. Это в геймдизайнере. Да, я говорил, типа, картинка хорошо проработана, да, детально. Но в тот же момент, когда мы с вами ходили по локации, даже желчная территория с каннибалами. Ну, с людоедами. Какая у нас была там проблема? У нас проблема была в том, что я не знал, куда идти. То есть, я тут могу пройти, потому что там трава изображена, но в какой-то степени я не могу попасть туда, либо пройти. Это минус. Второй минус, наверное, это слепота врагов. То есть, я понимаю, что благословение здесь и есть, которое вот снижает вероятность обнаружения. Но я вот так, вот так стоял, меня враг впритык не видит, когда он через меня проходит. То есть, смысл от некоторых обилок. Их нету. Это третий минус. Ну, в принципе... А, к боссам, да? То есть, боссы вообще слабенькие, если честно. То есть, у них есть какой-то спринт-атак, который ты можешь просто запомнить и всё. Финальный босс, окей, был сложный. Я сны, потому что у него три фазы. Но если привыкнуть к радиусу вот этой звёздочки и третьей фазы, можно его просто затыкать, в принципе, тоже. Но некоторые боссы просто, знаете, слабее, чем обычный вот... Для меня был вначале кабан. Вот они сильнее, чем боссы. Ну, тоже, типа, к врагам некоторым привыкнешь, как они атакуют. Типа, я стою хер знает где, но он меня цепляет. Если и сзади, он меня цепляет топором. Почему? Ладно, это уже четвёртый минус, кривизна... Так сказать... Как она называется? В КСК есть когда, типа... Определённое количество, куда именно урон проходит. Короче, вот, допустим, моя голова, это урон, да? Только туда может попадать. Не помню, как она называется. Но это, короче, пятый минус. Да, минусов у нас будет много, ребятки. Это пятый был. Шестой минус. Это... Телепорты. Почему я нахожу телепорты, да? Вместо того, чтобы переместиться к этому алтарю... Я не могу все использовать. А меня перемещает вначале просто локация. А не к самому вот этому столбику. Светилища. Необдуманно. Не сделано как следует. Это шестой минус. И, в принципе, на этом всё, ребят. То есть у нас четыре плюса и шесть минусов. Да, я понимаю, что я немного порезал, но минусы нужно всегда замечать. Минусы нужно всегда, вот так сказать, понимать. Что минусы важнее. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. А, ладно, к плюсу ещё отнесу. Плюс, плюс, плюс есть. Плюс ещё есть. У нас не четыре плюса, а пять плюсов. Это... Картотека. То есть биография, где мы можем посмотреть описание всего. Там врагов, да? Это плюс. Это пять плюсов. Итого у нас шесть минусов, пять плюсов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.